Уважаемый Сергей Витч, уважаемый Евгений Петрович, уважаемые профессора, преподаватели, гости, уважаемые, дорогие, любезные студенты, первокурсники. Вот сегодня 1 сентября и многие из вас, может быть, впервые услышали наш гимн университета, который появился у нас больше 20 лет тому назад и который стал одним из символов, одним из знаков нашего университета. И сейчас, конечно, я посмотрел в зал, когда многие стояли и слушали музыку, подпевать не могли, поскольку слов не знают, но я думаю, что к концу обучения в институте, когда мы будем вручать вам дипломы, будет звучать гимн, уже вы с удовольствием и сознанием будете исполнять наш гимн, который написал в свое время Сергей, слова и музыку, которую написал в свое время Сергей Викторович Лавров, за что мы ему отдельно благодарны. Уважаемый Сергей Викторович, конечно, все мы прекрасно понимаем, что 1 сентября в жизни нашей страны, да и многие другие страны, день совершенно особенный. Сегодня, когда мы пробирались сюда, в университет, я заметил, что многие рассчитывают, что дорога займет очень много времени, приехали даже раньше, что редко бывает вообще, так как говорят. И почувствовали вот эту радость подъем, которая сегодня ощущается в Москве, когда идут молодые люди в университеты, девушки, маленькие ребятки идут в первый класс или там последующий класс, на улице много людей с цветами, улыбки, радостное настроение. И я думаю, что сегодня все университеты, и мы здесь, и в дипломатической академии, вот такого рода настроения разделяем и чувствуем, что у нас тоже начинается новая жизнь. Хотя это и не весна, а осень, но тем не менее это новая жизнь, новый учебный год, новый цикл и в жизни студентов, и профессоров, и преподавателей. И очень приятно наложить вам, Сергеевич, что первый курс, который сегодня присутствует в зале, мне кажется, обещает быть очень интересным, особенно талантливым обучению, поскольку, как и прежде, у нас один из самых, есть не самый высокий, поскольку еще не опубликованы окончательные данные, по стороне БАЛ-ГИГ, проходной в университете. Поскольку половина из поступивших в университет первокурсников окончили школу либо с отличием, либо, ну сейчас это, в общем, одно и то же, с медалями. И более ста победителей всероссийских олимпиад, которые проводятся во всей нашей огромной стране среди студентов-первокурсников. И все это многообещающе, и я полагаю, что у нас, у профессоров, преподавателей, есть возможность работать с талантливой, способной молодежью и сделать из вас, дорогие друзья, настоящих специалистов, которые сегодня, как, впрочем, и всегда очень нужны нашему отечеству. Конечно, я с удовольствием приветствую в зале иностранных студентов. В этом году у нас рекордный прием иностранных студентов. На первый курс мы приняли почти 250 человек из 50 стран, в том числе приняли 5 студентов на англоязычный бакалавриат, наших совместных магистратур, их уже 18 с зарубежными вузами. И надеюсь, что наши иностранные друзья, которые приехали в Россию, сумеют хорошо с Россией познакомиться, полюбить Россию. И наши добрые отношения будут сохраняться и после того, как вы покинете университет. Ну и не могу не сказать, что в зале присутствуют студенты нашей совместной программы, которую мы осуществляем на базе Одинцовского кампуса. Это первый год, когда мы осуществляем такую программу. И надеюсь, что ребята, которые попали на эту программу, их немного сумеют выдержать и тот уровень требований, и ту марку, которая у нас существует. Я хотел бы, дорогие друзья, сказать вам, что традиционно 1 сентября у нас в университете Сергей Викторович, мы прекрасно знаем, хотя бы даже просто наблюдая телевизионные программы и новости, какая программа каждодневная у Сергея Викторовича напряженная, тяжелая, и здесь в стране, и с поездками за рубеж, но я уже не говорю о других ее аспектах, и психологическом напряжении. Но все мы прекрасно знаем и понимаем, что Сергей Викторович – высочайший профессионал, и помимо этого человек, который любит свой лаймоматор, и поэтому он всегда находит, несмотря на чудовищную занятость, возможность встретиться 1 сентября со студентами нашего университета, со студентами дипломатической академии. И я с огромным удовольствием передаю ему слово. Уважаемый Анатолий Васильевич, уважаемый Евгений Петрович, коллеги, друзья, вновь поступившие в институт молодые люди, очень рад вас всех приветствовать на нашей традиционной встрече, которая проводится всегда в начале учебного года. ГИМО отметил в прошлом году свое 70-летие, вступил в новую фазу развития, вступил уже в качестве признанного научного, образовательного центра мирового уровня в области международных отношений. Центр, который сочетает в себе зрелость и преемственность с неизменным динамизмом, стремлением к самосовершенствованию, что, конечно, должно характеризовать не только деятельность института, но и каждого из вас, да и всех присутствующих. Выступая в прошлом году на торжественном собрании, посвященном юбилею ГИМО, президент Путин дал высокую оценку деятельности университета как кузницы кадров отечественной дипломатии и специалистов в смежных областях, одного из флагманов российского высшего образования, активного участника наряду с дипломатической академией процесса выработки государственных решений по вопросам внешней политики. Президент тогда отметил, что МГИМО вобрал в себя множество отечественных академических школ, в том числе в сферах страноведения и лингвистики. И напомню, если кто-то не знал этого, что МГИМО унаследовал не только научные традиции, но и педагогические кадры, и уникальную библиотеку Московского института востоковедения, который в свою очередь являлся преемником так называемого Лазаревского института восточных языков. Поэтому если рассматривать историю МГИМО с этого ракурса, то можно сказать, что существующие здесь в университете традиции подготовки высококлассных специалистов-международников, простираются далеко за пределы 70-летнего периода и берут начало в Лазаревском институте. В этом году исполняется 200 лет этому учебному заведению. Поэтому, Анатолий Алексеевич, можно подумать и о новой дате, которую целесообразно отмечать и помнить. Сегодня накопленный в МГИМО опыт, потенциал востребованы как никогда. Мне уже приходилось говорить, что несмотря на все электронные революции, личное умение ведения переговоров, культура профессиональных переговоров с целью выработки компромиссов не по электронной почте, а глядя в глаза в глаза, это сегодня востребовано как никогда и беспрецедентно важно именно личное общение. Этому учат в семье, чтобы просто жить нормально по-человечески в окружении других людей, а в институте учат тому, как эти способности, способности договариваться, способности понимать своего партнера, как их необходимо применять в профессиональной деятельности, будь то дипломатия, будь то журналистика, будь то бизнес в любом его измерении, в том числе, конечно же, и международном. Вот, и если вспомнить историю европейской дипломатии, весь XIX век и большая часть первой половины XX века, при всех хитросплетениях дипломатических игр, итогом любой внешнеполитической работы так или иначе являлось создание очередных противостоящих друг другу коалиций формирования новых военных альянсов. А сегодня нам необходимо добиваться таких навыков, которые позволяли бы формировать новую международную систему во всех ее аспектах – политическом, экономическом, гуманитарном, не по итогам катастрофических военных конфликтов, а через упорную дипломатическую работу на основе подлинного партнерства. При этом мы, конечно, не должны передаваться иллюзиям, будто в мире уже сделан однозначный выбор между логикой сотрудничества и взаимного учета интересов с одной стороны и концепциями обеспечения своего превосходства любыми, в том числе силовыми методами с другой. Конечно, нет. Нас беспокоит, что не спустя более чем четверть века после крушения Берлинской стены так и не ушла в прошлые философии создания разделительных барьеров с целью обеспечения себе односторонних преимуществ и в расчете создать такую ситуацию, когда можно управлять процессами в других странах, а самим закрыться от негативного воздействия извне. В таком случае, если мы дадим этим тенденциям развиваться, то окажемся перед перспективой разворачивания вспять уже казавшейся необратимой тенденции углубления взаимозависимости современного мира. Но, тем не менее, думаю, что процессы глобализации, которые дальше будут активнейшим образом подстегиваться бурным развитием технологий, уже зашли достаточно далеко, поэтому вряд ли можно рассчитывать отгородиться от глобальных проблем с помощью различных стен, заборов, неважно физических или виртуальных, идеологических. Их сейчас строят физические заборы, вы видели, наверное, это. Ну и, конечно, есть заборы идеологические, которые, в частности, не позволяют действительно создать в Европе единую систему равной неделимой безопасности для всех. Но попытки навязывать другим народам, другим культурам, другим цивилизациям какие-то произвольно определенные взгляды и системы ценностей извне, они всегда были, наверное, продолжатся еще какое-то время. Но такая практика вызывает в мире все большую озабоченность. Британская газета Guardian недавно провела интересный статистический анализ, и по ее оценкам уже около ста государств предприняли шаги, так или иначе защищающие их внутренние дела от слишком активного вмешательства иностранных или контролируемых из-за границы структур и организаций. С нашей точки зрения рецепт преодоления негативных тенденций, связанных с расхождениями в позициях, связанных с непониманием между людьми, которые представляют различные цивилизационные уклады, рецепт достаточно прост. Надо просто не на словах, а на деле взяться за выправление международных отношений на основе тех принципов, которые заложены в уставе ООН, это равноправие, равенство, взаимное уважение, невмешательство во внутренние дела, мирное урегулирование споров. Если мы этим принципом все, я имею в виду, мы все страны мира будем следовать, то, наверное, не нужно будет заниматься дискуссиями о том, началась или нет уже новая холодная война и так далее. Между прочим, один из тех политиков, которые много сделали для того, чтобы эту холодную войну преодолеть, бывший министр иностранных дел Германии Ганс Гитрих Геншир на днях в одном из интервью призвал задаться вопросом о том, чего хотели европейцы в период завершения биполярного противостояния. То ли положить конец разделению Европы, или все же передвинуть в свою пользу границу, которая Европу разделяла. Мы, как вы знаете, наверное, если интересуетесь внешней политикой России, последовательно выступаем не за обособление, а за объединение различных процессов, включая интеграционные проекты. Именно этим принципом мы руководствуемся, когда развиваем Евразийский экономический союз, когда поддерживаем известную инициативу по сопряжению Евразийского экономического проекта с проектом, который выдвинула Китайская народная республика, так называемый экономический пояс Шелкового пути. Теми же принципами мы руководствуемся, развивая Шанхайскую организацию, сотрудничество, объединение БРИКС и продвигая давнюю нашу инициативу, направленную на гармонизацию интеграционных процессов в Европе и в Евразии. Инициатива давняя, долгое время западные наши коллеги к ней прохладно относились, в последний период стали проявлять интерес, но пока дальше слов дело не пошло. В целом мы выступаем за то, чтобы отбросить узкие эгоистические расчеты и солидарно взяться за поиск ответов на ключевые вызовы современности. Сегодняшняя разобщенность крупных государств может очень дорого аукнуться, и все большее число серьезных политиков и исследователей признает, что рост террористической угрозы является наиболее острой опасностью благополучия государств различных регионов. Вы видите, что творят боевики из так называемого исламского государства, какие варварские преступления они совершают. Делают ставку они на изгнание, между прочим, тех, кто не принимает их идеологию крайнего экстремизма. И разрушение культурно-исторических памятников в Ираке, а недавно в сирийской Пальмире, показывает, что эти люди не просто рвутся к власти на огромных пространствах, но и сознательно подрывают сам фундамент общечеловеческой культуры. Я думаю, в этой ситуации весьма и весьма актуальная задача защита культурных ценностей на основе соответствующей конвенции ООН. И я думаю, нам необходимо в ЮНЕСКО проработать конкретные шаги по обеспечению такой позиции международного сообщества. В завершение хочу сказать, что мы очень ценим вклад МГИМО, вклад дипломатической академии в развитие международных научных контактов, взаимодействие между высшими учебными заведениями различных стран. В октябре на базе МГИМО состоится глобальный университетский саммит Брикс, в рамках которого несколько десятков мероприятий и пленарных заседаний, и секций запланированы. Нам приятно, что продолжаются, недавно, правда, созданные, но уже ставшие традицией проведение международных форумов выпускников МГИМО. Первый состоялся в Баку, второй в прошлом году в Москве, третий планируется в этом году в Ереване. Уверен, что и страны дальнего зарубежья проявят интерес к тому, чтобы такие форумы выпускников МГИМО у себя организовать. Ну и совсем в завершение. На днях Анатолий Васильевич Туркунову исполнилось 65 лет. Я хотел бы его еще раз искренне поздравить с этим юбилеем. Анатолий Васильевич внес неоценимый вклад в развитие нашей Альма-Матер и в современных условиях продолжает со свойственной ему целеустремленностью, высочайшим профессионализмом вести университет уверенно к новым успехам. И я вас поздравляю с тем, что у вас есть такой опытный и понимающий молодых людей руководитель. Спасибо большое. Уважаемые друзья, у нас есть уникальная возможность сейчас задать вопросы Сергею Викторовичу. И я прошу к микрофону. Кто первый? Ребята, быстрее только, быстрее. В этом году в Уфе прошли саммиты ШОС и БРИКС. Очевиден возрастающий интерес России к этим форматам сотрудничества. По вашему мнению, какие первоочередные задачи предстоит решать БРИКС и ШОС? И какие цели ставит перед собой Россия, участвуя в этих форматах? Я уже коснулся этой темы. Мы и в этих форматах, и в любых других конфигурациях ставим перед собой цели продвижения международного сотрудничества в любых областях, где есть совпадающие интересы, где есть перспектива взаимной выгоды для стран, для населения с точки зрения социально-экономического развития, приобщения к новым технологиям, реализации транспортных возможностей, инфраструктурных проектов, которые будут облегчать и делать более эффективным экономическое и культурное иное общение. Шанхайская организация сотрудничества зарождалась как организация, связанная прежде всего с обеспечением безопасности на границах тех стран, которые ее сформировали. Это большинство центрально-азиатских стран, Китайская народная республика и Российская федерация. Цель обеспечения стабильности и безопасности в этом регионе остается одной из центральных деятельностей ШОС. Сформирована региональная антитеррористическая структура, которую мы сейчас предлагаем преобразовать в более комплексный механизм противодействия не только терроризма, но и другим вызовам, включая наркотрафик, организованную преступность. Проводятся совместные антитеррористические учения. Особое внимание, конечно, уделяется проблемам, связанным с необходимостью противодействия угрозам, исходящим из Афганистана, которые обострились эти угрозы после того, как основная часть западных контингентов в рамках миротворческой так называемой коалиции из Афганистана вышла, не решив тех задач, которые перед собой ставила. Поэтому уже исламское государство обосновывается в Афганистане, в том числе, что нас особенно тревожит на севере этой страны, в непосредственной близости от границ с нашими союзниками, с такими странами, как Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан. И этим шанхайская организация сотрудничества тоже занимается, в том числе с участием Афганистана, который и сам входит в ШОС на правах наблюдателя и заинтересован стать полноправным членом. ШОС сделала крупный шаг в продвижении экономического сотрудничества, созданы финансовые инструменты, разрабатываются перспективные проекты, которые используют тот факт, что географически это единое целое шанхайское организация сотрудничества. И, конечно же, я упомянул об инициативе сопряжения работы в рамках Евразийского экономического союза и в целом процессов евразийской экономической интеграции с работой по китайской инициативе экономического пояса «Шелкового пути». Мы считаем площадку ШОС, по сути дела, оптимальной для того, чтобы таким сопряжением заниматься и расширять круг участников этого процесса. А инициативы эти не носят закрытого характера, они транспарентны и открыты для участия других государств. В контексте транспарентности и открытости упомяну важнейшее решение, которое было принято на саммите ШОС в Уфе, о начале процесса присоединения Индии и Пакистана к ШОС в качестве полноправных членов. Конечно же, это добавит существенно политического веса ШОС в мире. Но самое главное, это сделает инфраструктурные, экономические, в том числе, прежде всего, энергетические проекты на этом геополитическом пространстве еще более эффективными. БРИКС не имеет, кроме России и Китая, общих границ. БРИКС – это уникальное объединение, в которое входят страны всех пяти главных регионов, континентов. Это и Евразия, и Африка, Латинская Америка, Европа и Азия, конечно же. И мы рассчитываем, что это объединение продолжит выполнять свою главную функцию. Оно сформировалось для того, чтобы обеспечивать интересы этих новых стран в рамках международных финансовых отношений, в том числе в Международном валютном фонде, в Всемирном банке. И это причем не какая-то прихоть, не какой-то каприз, это отражение объективной реальности. С 1990 года доли Соединенных Штатов, Евросоюза, Японии в мировом ВВП существенно сократились. Доля БРИКС за эти 25 лет выросла, если я не ошибаюсь, где-то она была 7,7%, а сейчас практически 22%. То есть в три раза выросла доля БРИКС в мировом ВВП за счет сопоставимого сокращения долей США, Евросоюза и Японии. Конечно, такая тенденция требует отражения и в тех механизмах, которые созданы еще после Второй мировой войны, для того, чтобы регулировать мировую экономику, мировые финансы. В том числе требует реформ Международного валютного фонда. И страны БРИКС активно добиваются выполнения тех решений, которые еще в 2010 году принимались, начиная с группы 20, и которые сейчас блокируются исключительно Соединенными Штатами, которые ссылаются на позицию Конгресса. Конгресс якобы не хочет эту реформу ратифицировать. Надо искать другие пути. Это один из примеров. Но цель укрепления взаимных позиций и наращивания солидарности по вопросам реформы МВФ с целью сделать ее более справедливой и остается одной из ключевых в рамках нашей деятельности в БРИКС. Но параллельно с этим БРИКС развивает сотрудничество в конкретных отраслях. Действуют уже более 10 секторальных диалогов и по транспорту, и по сельскому хозяйству. Действуют такие механизмы, как молодежный саммит, гуманитарный саммит, объединяющий гражданское общество, деловой саммит БРИКС. Есть у нас виртуальный университет, кстати, и ШОС, и БРИКС и так далее. В БРИКС создается новый банк развития, создается пул условных валютных резервов. По 100 миллиардов долларов каждый из этих механизмов будет себя включать, что позволит, конечно, более независимо и более эффективно реализовывать проекты, которые представляются участникам объединения взаимовыгодными. И в последние где-то, наверное, 3-4 года и на встречах министров иностранных дел БРИКС, очередная состоится в Нью-Йорке в этом месяце в рамках сессии Генеральной Ассамблеи, и на саммитах БРИКС принимаются документы, которые закрепляют общность наших подходов к ключевым международным политическим проблемам, включая ситуацию на Ближнем Востоке, включая отношения к односторонним санкциям, естественно, негативные отношения, включая в целом линию на всемирное укрепление международного права, уважение принципов Устава ООН, невмешательство во внутренние дела. Эти подходы и принципиального плана, и в преломлении конкретным кризисам и конфликтам закреплены в документах последних саммитов БРИКС. Это тоже очень важное направление, внешнеполитическое измерение деятельности этого уникального объединения. Так что мы довольны тем, как прошли саммиты, наше председательство принесло значимые результаты, и продолжаем работать над повязкой дня уже под началом наших партнеров. Спасибо. Спасибо вам большое. Караваев Максим, факультет международных отношений. Сергей Викторович, за последний год ИГИЛ значительно укрепил свои позиции на части территорий Сирии и Ирака. Однако международные усилия так и не привели к значительным явным результатам. Скажите, пожалуйста, возможно ли в нынешних условиях создание эффективных коалиционных действий против так называемого исламского государства? И когда, по вашему мнению, возможно будет положить конец деятельности этой организации? Второй вопрос, он зависит напрямую от того, удастся ли эффективно действовать на направлении, с которого вы начали, на направлении объединения усилий всех, кто не приемлет идеологию и практику так называемого исламского государства, которое, как вы знаете, объявило своей целью создание халифата от Португалии до Пакистана, включая захват святынь исламских в Саудовской Аравии, Мекку и Медину, и включая, как они объявили, разрушение этих святынь, потому что они символизируют неправильный ислам, так же, как они разрушают христианские и прочие святыни в Ираке, в Сирии и других странах этого обширного региона. Бороться необходимо с этим злом, но бороться последовательно и избегая двойных стандартов. Мы изначально предупреждали о том, что вот это заигрывание с экстремистами ради достижения узкокорыстных геополитических целей до добра не доведет. Когда захотели, ну это начинается история еще, как вы знаете, с последней четверти 20 века в Афганистане, когда для того, чтобы противостоять Советскому Союзу, поддерживались так называемые маджахеды, из которых и родилась Аль-Каида, впоследствии бумерангом вернувшись в 2001 году 11 сентября на Манхэттен, когда две башни-близнецы были поражены террористическими группами, захватившими два самолета. Потом захотелось Саддама Хусейна, лично Саддама Хусейна убрать, потому что он воспринимался как диктатор, сам Адур, не слушал западных своих коллег. Вот придумали предлог наличия в Ираке якобы оружия массового уничтожения. Были подозрения достаточно серьезные, обоснованные. Работала многие годы комиссия ООН, и вот ровно в тот момент, когда эта комиссия в 2003 году сказала, что им надо еще два месяца, чтобы окончательно сделать вывод, тут наши нетерпеливые западные коллеги сказали, что ждать больше нельзя. Созвали Совет Безопасности. Госсекретарь США Колин Пауэлл, мой очень добрый друг, показал всем пробирку с белым порошком. Сказали, что это вот сибирская язва, спор неуместен, надо идти на войну против Саддама Хусейна. Тогда Россия, Германия и Франция не позволили этого сделать. Совет Безопасности не уронил свою репутацию и не санкционировал, в общем-то, войну под выдуманным предлогом. Между прочим, недавно совсем нынешний посол США в Москве, господин Тефт, в интервью, по-моему, в «Комсомольской правде», если я не ошибаюсь, он сказал, что в Ираке мы совершили ошибку тогда, в 2003 году, и признали ее. Это была не ошибка, потому что, да, Колина Пауэлла обманули, когда дали ему пробирку с белым порошком, и сказали, что это сибирская язва, он показал ее всему миру. Но те, кто эту пробирку ему давал, прекрасно знали, что в ней находится, что это просто, мы не знаем, может быть, зубной порошок, может, какой-то другой белый порошок безобидный. То есть это была не ошибка, это было осознанное действие. Ну, теперь уже эта история. В любом случае, сверли Саддама Хусейна. Сейчас Ирак еле-еле держится в общих, в единых границах, потому что центробежные тенденции очень сильны. Американцы же после свержения Саддама Хусейна выгнали всех членов партии БААС, они были суннитами в основном, и они в основном формировали армию, службы безопасности, правоохранительные органы. Все эти силовые структуры, на которых, в общем-то, держался порядок, в государстве рухнули. А большинство из офицеров, которые сражались, ну, состояли на службе в армии Саддама Хусейна, сейчас сражаются в рамках исламского государства. Просто потому, что там хорошо платят. Они очень эффективно обученные военные офицеры. Вот, так что исламское государство еще и оттуда стало прорастать. Потом, когда НАТОвские коллеги, к огромному нашему сожалению, грубо злоупотребили мандатом Совета Безопасности в отношении ливийского урегулирования, и вместо патрулирования воздушного пространства Ливии, а ровно эта резолюция Совета Безопасности, которая была принята, разрешала делать, вместо этого они стали бомбить силы Каддафи на земле и оказывать воздушную поддержку тем экстремистам, которые в основном и составляли ряды противников ливийской армии. В результате вы знаете, как был уничтожен бывший ливийский лидер, и как впоследствии те самые экстремисты, которых вооружали наши западные и некоторые другие партнеры, с этим оружием пошли примерно в еще десяток стран, включая Мали, где до сих пор ситуация не может успокоиться. И ИГИЛ захватил значительное пространство не только Ирака и Сирии, но еще и в Ливии достаточно активно, уверенно себя чувствует. И вот сейчас пытаются, так же как ради ликвидации Саддама Хусейна и Муаммара Каддафи была оказана мощнейшая поддержка, неразборчивая поддержка любым силам, включая самые отъявленные экстремистские силы, которые готовы помочь свергнуть диктаторов, также сейчас пытаются поставить во главу угла всех действий мирового сообщества по Сирии свержение или ликвидацию или уход Башара Асада, поскольку он, дескать, нелегитимен. Во-первых, он прекрасно легитимен, не только потому, что он является избранным президентом государства, члена ООН, но если кому-то требовалось подтверждение, напомню, два года назад, когда была реализована наша инициатива, предложенная президентом Путином, президенту Обами, о химической демилитаризации Сирии, были приняты решения и в рамках конвенции по запрещению химического оружия, которые приветствовали присоединение Сирии под руководством Башара Асада к этой конвенции, были приняты резолюции Совета безопасности ООН, в которых тоже сотрудничество режима Башара Асада с международным сообществом по ликвидации химических арсеналов всячески приветствовалось. Не может быть, что для целей уничтожения химического оружия режим Башара Асада легитимен, а для целей борьбы с терроризмом нет. Тут как-то логики не хватает. Но из-за такого подхода наших западных коллег дело страдает, потому что коалиция, которую американцы объявили для борьбы с ИГИЛ, она имеет целью нанесения воздушных ударов по позициям этой террористической структуры, как было сказано, в Ираке и в Сирии. Но с Ираком договорились, хотя соглашение формального не публиковалось. Но, по крайней мере, есть подтверждение, что Ирак сотрудничает с этой операцией. А с сирийцами даже не стали пытаться договариваться. Вот Асад нелегитимен, поэтому мы будем просто бомбить те территории, на которых работает исламское государство. Ну и будем сирийцев предупреждать, чтобы они нам не мешали это делать. Мы не понимаем, почему эту самую инициативу по борьбе с ИГИЛ нельзя было сформулировать через Совет Безопасности ООН в контактах из согласия не только иракского правительства, но и сирийского руководства, которое сейчас является, если взять сирийскую армию, наиболее дееспособной силой на земле, противостоящей исламскому государству. Всем понятно, что ударами с воздуха это зло не победить, поэтому президент Путин в ходе своих встреч с преемником наследного принца Саудовской Аравии, в ходе встречи с министром иностранных дел Сирии за последние пару месяцев сформулировал предложение. Идея заключается в том, чтобы в сирийской армии, иракской армии, ополчении курдов и в Сирии, и в Ираке, и те отряды сирийской оппозиции, которые состоят именно из сирийских граждан, а не из наемников, тоже свои силы объединили, координировали бы свои силы. Может быть, не в виде классической коалиции, едва ли будет сразу можно создать единое полноценное командование, но тем не менее, чтобы они как-то координировали свои действия, не мешали бы друг другу в противостоянии с ИГИЛ, и, главное, друг с другом бы избегали стычек. И, конечно, это все важно было бы скоординировать с той деятельностью, которую коалиция проводит, включая удары по позициям ИГИЛ с воздуха. Это важно скоординировать и с участием тех стран региона, которые оказывают финансовую и иную поддержку различным отрядам сирийской оппозиции. Вот если мы уберем из этого уравнения совершенно нереалистичное и контрпродуктивное требование отставки Асада как предварительного условия борьбы с терроризмом, а это сейчас требование присутствует в позиции целого ряда наших партнеров, то вот убрав это требование из уравнения, о котором я сейчас говорю, мы вполне можем работать эффективно. На это направлена как раз инициатива президента Российской Федерации. Мы ее сейчас активно продвигаем в контактах и со странами «Залива», с Соединенными Штатами, с европейцами. Спасибо большое. Здравствуйте, Сергей Викторович, Пчелинцева Екатерина, первый курс Международный институт управления МГИМО. В последнее время Европу захлестнула самая большая за все послевоенное время волна беженцев из стран Ближнего и Среднего Востока, Германия даже заявила о возможности выхода из Шенгенской зоны, чтобы минимизировать количество нелегально пребывающих мигрантов. А по вашему мнению, какие механизмы должно выработать мировое сообщество, чтобы прекратить наплывы беженцев? Ну, здесь два аспекта я бы выделил. Меры, которые нужно принять немедленно, потому что проблема разрастается с каждым днем, с каждым часом. И системность этой проблемы, потому что вот эти все потоки, они же не откуда-то взялись, не с неба свалились, они являются результатом вполне конкретных действий, которые предпринимали прежде всего те страны, куда эти беженцы сейчас направляются. Я имею в виду и то, что происходило и продолжает происходить в Ираке, и то, что произошло в Ливии и продолжает происходить, и то, что, конечно, происходит вокруг Сирии. Превращение этого региона в серую зону, особенно ливийской территории, огромные территории, где сейчас нет единой власти. Там есть признаваемое международным сообществом правительство в городе Тобрук, а есть непризнаваемое международным сообществом правительство в городе Триполи, в столице этого государства. Есть там территории, захваченные исламским государством, и есть территории, захваченные боевиками, которые вообще никому не подчиняются, никем не контролируются. И вот эта серая, а может быть уже и черная дыра, которая очень удобна для того, чтобы в Европу направлять нелегальных мигрантов, по сути дела, из всей остальной Африки, включая не только Арабскую Африку, но и Черную Африку. Вот что происходит, собственно говоря, если брать причины. Ну и кризис в Сирии, продолжающееся упрямство тех, кто считает, что уход Асада, как предварительное условие политического регулирования, важнее, чем борьба с исламским государством, это все работает в направлении усугубления этого кризиса в Европе. Поэтому первый вывод, если брать такую вот долгосрочную картину, а к этому все равно придется прийти, и мы предложили и будем проводить в конце этого месяца, 30 сентября, предложили провести специальное министерское заседание Совета Безопасности ООН России в сентябре, председатель в этом органе. Специальное заседание на тему международной миробезопасности, аспекты различных конфликтов и террористической угрозы на пространстве Ближнего Востока и Севера Африки. Мы обязаны будем обо всем этом говорить и обязаны будем поставить вопрос о том, чтобы где-то сформулировать неприемлемость заигрывания, тем более сотрудничества с экстремистскими, крайне радикальными силами. Причем это уже вывод делается не только для Ближнего Востока и Северной Африки. Знаете, я очень смотрел то, что происходило в Киеве вчера. Это ведь те самые экстремисты из партии «Свобода», кто, по утверждению министра внутреннего дела Украины, виновны в этих преступлениях, в убийстве сотрудника Национальной гвардии, ранении десятков мирных граждан. Когда в 2012 году были на Украине парламентские выборы, то и партия «Свобода», в уставе которой записана приверженность документам украинских националистов, которые в 1941 году заявили о поддержке нового порядка гитлеровского в Европе, и до сих пор в уставе у них эта приверженность сохраняется. Вот когда партия «Свобода» получила какие-то проценты, позволившие ей направить своих депутатов в Верховную Раду в 2012 году, Евросоюз сделал специальные заявления, призвав украинских политиков не сотрудничать с этой экстремистской, по сути дела, резко националистической партией. Тогда на это внимание никто не обратил, я имею в виду на Украине. Но когда состоялся госпереворот и в состав коалиции вошла та самая «Партия «Свобода», мы напомнили нашим европейским коллегам о том, как они относились к этому экстремистскому объединению несколько лет тому назад. Никто не отрицал, что это происходило, что такая позиция была заявлена, но все нас убеждали, что на Украине все будет нормально, потому что «Свобода» движется, как сказал мой французский коллега публично, отвечая на этот вопрос, «Ничего страшного, что «Свобода» в коалиции, она, по своим сегодняшним убеждениям, движется в направлении политического мейнстрима». Вот она вчера показала политический мейнстрим в понимании, видимо, украинцев. Но поэтому с экстремистами заигрывать нельзя нигде. И это касается и «Свобода», это касается и «Права сектора». Мы видим, что на Украине попытки как-то урезонить этих радикалов заканчиваются только соглашательской политикой по отношению к ним, а никак не отказом их от своих неприемлемых и антиевропейских, я рассказал, по своим ценностям подходов. Но возвращаясь к Ближнему Востоку, поэтому разговор должен быть комплексным. Все корни, откуда произрастают террористические группировки, прежде всего исламское государство, их нельзя заматывать и не обращать на них внимания. Равно как нельзя пытаться исказить истину. Сейчас некоторые американские исследователи заявляют, что если бы не было диктаторов, то не было бы исламского государства. История создания исламского государства не такая уж сложная. Есть немало американских исследователей и специалистов, которые рассказывают, как нынешние лидеры исламского государства, в общем-то поименно известные, включая господина Багдади, так называемого. Многие из них вместе с ним находились в американских тюрьмах в Афганистане, откуда они были отпущены после отбывания наказания за какие-то там преступления, вмененные им американской администрацией. И вот с тех пор они достаточно активно в том регионе собирают своих сторонников, действуют. Мы это говорим не для того, чтобы сказать, вот вы виноваты, а мы вас предупреждали. Это совершенно не наш интерес. Мы не хотим злорадствовать, мы не хотим выглядеть, как то, что мы постоянно упрекаем кого-то. Мы хотим одного, чтобы все, кто прекрасно понимает серьезнейшую угрозу, исходящую от останского государства, выбрали свои приоритеты. Приоритет один – только объединить усилия и отсложить все остальное на потом. Рассчитываю, что мы будем услышаны. По крайней мере, реакция и наших американских коллег, и европейских коллег, и все большего числа стран, арабских стран Персидского залива, и других стран региона, говорит о том, что они начинают понимать, что все-таки сейчас важнее. Какие-то искусственные ультиматумы в отношении сирийского регулирования или общая работа по борьбе с общим злом. При этом никто же не отказывается от необходимости выполнять договоренности по урегулированию кризиса в Сирии. И мы этой работой активнейшим образом занимаемся. Вчера буквально у меня состоялась очередная встреча с представителями сирийской оппозиции. Цель наша состоит в том, чтобы различные оппозиционные группы объединились на конструктивной платформе для диалога с режимом Башара Асада с целью выработки таких договоренностей о будущем политическом устройстве Сирии, которые будут опираться на взаимные согласия. Этот принцип никем не отвергается. Вот то, что я сейчас процитировал, это записано было еще в 2012 году в так называемом Женевском коммунике о том, как этот кризис урегулировать. И все больше и больше стран начинают понимать, что нужно в этом направлении работать. Посадить всю оппозицию за один стол переговоров. Мы этим занимались, проведя две встречи в феврале и в апреле этого года в Москве. Они в апреле приняли московскую платформу, которая приветствовалась многими, в том числе и не участвовавшими в этих встречах. Аналогичные усилия предпринимали наши египетские друзья, мы с ними тесно координируем работы. И вот недавно в ДОХе была встреча министров иностранных дел России, Саудовской Аравии, Соединенных Штатов, где мы тоже договорились, что на данном этапе нашей общей задачей является объединить всю оппозицию на конструктивной платформе готовности диалога с правительством Башара Асана и достижении договоренностей о будущем Сирии, включая любые возможные реформы, новые законы и так далее, на основе взаимного согласия. Так что параллельная работа на антитеррористическом треке и на треке политического регулирования в Сирии, я думаю, должна восприниматься как вполне объективная связка. И должна вот такая связка удовлетворить интересы всех и послужить общей основой для совместной работы. Крамского Екатерина, факультет международных отношений. Сергей Викторович, на прошлой неделе в рамках молодежного форума территории смысла вы говорили о том, что Россия получает сигналы от Соединенных Штатов Америки по возобновлению диалога. Скажите, пожалуйста, на каких именно условиях мы готовы к диалогу с нашими государствами, между нашими государствами? Я думаю, это очень просто. На общих условиях, которые только и могут иметь место между двумя уважающими себя государствами, это обоюдное уважение равноправных позиций друг друга, внимание на обоюдной основе к интересам друг друга и обоюдный учет этих интересов. Тут, собственно говоря, какие-то другие условия и не нужны. И многие механизмы, которые были созданы в последние 4-5 лет, включая президентскую комиссию между Россией и США, а в этой комиссии было более 20 рабочих групп, то есть функционировали каналы взаимодействия и реализации совместных проектов практически на всех направлениях межгосударственного общения. От космоса, от ядерной безопасности и до гуманитарных молодежных обменов и так далее. И все это было заморожено нашими американскими партнерами, они решили нас наказать. Ну, насильно мил не будешь, как говорится, но если они вернутся на путь равноправного взаимоуважительного диалога, за нами дело не станет. Спасибо. Добрый день. Макаревич Глеб, первый курс факультета международных отношений. Сергей Викторович, как мы знаем, МГМО, университет и дипломатическая академия находятся под патронажем Министерства иностранных дел. Эти вузы наш президент справедливо назвал кузницей российской дипломатии. А есть ли планы у правительства РФ и в частности Министерства иностранных дел на создание новых проектов для подготовки будущих высококлассных специалистов в области дипломатии? Знаете, нет, я об этом не думал, потому что нам всегда казалось, что дипакадемия и МГИМО в общем-то очень высоко подняли планку. И я просто сейчас так даже запнулся, потому что я не представляю себе какой-то формы современной образования и подготовки специалистов, которая не была бы задействована уже в рамках МГИМО и дипломатической академии. Если у вас есть идеи, которые как-то прошли мимо двух ректоров и мимо ученых советов и МИДа, мы с удовольствием с ними ознакомимся. Затем он спросил, что было у вас узнать. Спасибо за ответ. Спасибо. 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 Здравствуйте, Сергей Викторович. Гурбанов Ислам. МИЭПМО. До меня уже задавали вопросы про БРИКС, ШОС и ЕАЭС. Я бы хотел у вас узнать про отношения с нашими союзниками. Могут ли возникнуть разногласия между нами после достижения общих целей вот в рамках этих экономических союзов? Ну, вы знаете, если говорить о национальных интересах, то, конечно же, в любом союзе, экономическом, военном, они никогда на 100% у всех не совпадают. Разные структуры экономики, если мы говорим об интеграционных процессах в Евразийском экономическом союзе, разные структуры экономики, разный уровень развития, исторические особенности, специализация экономической населения и многое другое. Связь с внешними рынками в большей или в меньшей степени у той или другой страны. Но для того и разрабатываются интеграционные проекты, чтобы обеспечить такое сочетание условий, которые будет представлять из себя пакет компромиссов, итоговый результат которого выгоден всем. И я убежден, что те договоренности, это десятки, больше сотни документов, которые составляют основу Евразийского экономического союза, раньше таможенного союза, они настолько выверены и понятны специалистам, что, собственно говоря, сомневаться в том, что это в интересах каждой страны, которая основала и которая затем присоединяется к этому объединению, очень-очень трудно. Я убежден, что это перспективнейший проект. Да, сейчас конъюнктуры мировых рынков, прежде всего сырьевых, валютные колебания, не позволяют полностью использовать преимущества этой интеграции, создают на обозримом этапе развития этих процессов, создают понижательные тенденции. Но то, что основа, фундамент, который был заложен, и те договоренности, которые дополнительно были разработаны и приняты, являются весьма и весьма перспективными, и они обеспечат долгосрочный интерес о нашем государстве, у меня сомнений нет. И, как я уже говорил, то, что проявлен интерес со стороны наших китайских друзей, уже идут специальные контакты между комиссией Евразийского экономического союза и Китайской народной республикой. В более широком плане, как я упомянул, концепция экономического пояса шелкового пути представляет для китайской стороны интерес в контексте сопряжения с интеграционными процессами в Евразийском экономическом союзе и в целом на этом пространстве. Здесь же есть роль и для шанхайской организации сотрудничества. И если мы более широко посмотрим на ситуацию, то евразийские экономические интеграционные процессы соприкасаются на востоке с азиатско-тихоокеанскими интеграционными инициативами, а их там немало, а на западе с интеграционным проектом Евросоюза. И кто знает, если все оставят в сторону какие-то политические амбиции, политические предварительные условия и не будут слушать советов от тех, кто далеко находится от этого региона, а будут руководствоваться своими жизненно важными национальными коренными интересами, я бы не исключал, что в какой-то перспективе, наверное, не немедленно, но вот разговоры о создании таких гармонизирующих окружностей, если хотите, совпадающих, объединяющихся одной какой-то целью вполне возможно. Но это концептуально, мы давно поддерживаем такой подход. Раньше Шарль де Голь говорил о единой Европе от Атлантики до Урала, в последние десятилетия уже мы говорим о единой Европе от Лиссабона до Владивостока. Ну вот в контексте, и это, кстати сказать, уже не отвергается, как утопия нашими европейскими партнерами, но пока дело до конкретных разговоров не дошло. Но, как видите, тут нет недостатка идей, главное начать их обсуждать профессионально, деполитизированно, на основе поиска баланса интересов всех входящих в эти вот структуры государства. Сергей, поскольку время неумолимо бежит, мы вчера накануне встречи с вами и вручении студенческих билетов для КАДа, наши сотрудники спрашивали студентов, какие вопросы, какие вопросы особенно волнуют студентов сегодня. И просто никак мы до этого вопроса не дойдем, а я понимаю, что уже мы должны завершать по вашей программе. Я хотел бы спросить от имени присутствующих, вот как вы оцениваете перспективы реализации Минских соглашений? И с учетом недавних переговоров Владимира Владимировича с Меркель и Ландом, и в целом ситуация, которая сегодня складывается, поскольку эти вопросы, конечно, всех нас волнуют очень. Безусловно, это сейчас главный такой нерв в европейской политике. Обнажен этот нерв был не по нашей инициативе, известно, как развивался этот кризис, его генезис неоднократно излагался подробнейшим образом. Очень упрощенно, в двух словах, внутренний политический кризис с конца 2013 года, Майдан, демонстрации, стычки, призывы прекратить эти стычки со всех сторон, договоренность между президентом и оппозицией, которая была в том числе подписана министром иностранных дел трех европейских государств. Наутро договоренность растоптана, вместо предусмотренного договоренностью правительства национального единства объявлено о создании правительства победителей, включая вот того самого Тигнебока, который руководил той самой партии Свобода, которую европейцы считали нерукопожатной, но потом смирились с тем, что она входит в состав новой украинской власти, которая вот вчера руками своего активного члена, судя по всему, убила человека и многих других ранила. Вот, собственно, и все. Государственный переворот, первой акцией которого стало заявление парламента об отказе от законов, обеспечивавших права языковых меньшинств, который, правда, потом не был подписан окончательно, но голосование состоялось. Первая акция против меньшинств, включая, конечно же, русский язык, который совсем трудно назвать языком меньшинства на Украине. На нем подавляющее большинство либо и думает, либо умеет разговаривать. Вот, и потом Крым, когда туда Дмитрий Ярыш, глава правого сектора, стал направлять поезда дружбы, как он их назвал, с вооруженными людьми, потом попытка захвата Верховного Совета Крыма, и все это известно. И когда люди в Крыму и люди на юго-востоке Украины сказали, мы не хотим признавать результат этого переворота, и мы хотим, как бы, жить на основе вот наших традиций, тогда им направили комиссаров, назначенных губернаторами или руководителями каких-то военных администраций, они избрали своих народных губернаторов. Они ни на кого не нападали, ни Донецк, ни Луганск, не шли ни на кого войной, они просто избрали своих народных губернаторов и стали, хотели жить вот так, как они себя понимают, не загоняя в какое-то дискриминационное положение русский язык, не загоняя другие языки, не отказываясь от своей культуры, не отказываясь от праздника 9 мая, Великий День Победы, потому что на Западе Украины его уже праздновать перестали, а новые власти подтвердили, что будут праздновать день рождения Бандеры Ишухевича, день основания украинской повстанческой армии, той самой, которой вырезало в том числе и поляков. Вот, и эти люди на Донбассе сказали, что мы хотим сами определять, как нам жить дальше. Не они начинали войну. Напомню, когда Майдан кипел, еще до этого соглашения между Януковичем и оппозицией, западные страны, министр обороны НАТО напринимали кучу заявлений, в которых настоятельно призывали президента Януковича не допустить использования армии против народа. И он этого не сделал. Он не отдавал приказов использовать вооруженные силы Украины против демонстрантов. Там были только беркутовцы, полицейские, спецподразделения полиции, причем даже сначала не вооружен. И были провокации, снайперы, которые стреляли и в беркут, и в демонстрантов. Стреляли из дома, в котором тогда располагался штаб Майдана. Господин Порубий был замечен в этом доме. Эта история к расследованию, которой была допущена комиссия Совета Европы, до сих пор не распутана. И я, честно говоря, сомневаюсь, что, как и в случае с теми, кто совершил зверство в Одессе 2 мая 2014 года, будет установлена истина. У меня очень большие сомнения. По крайней мере, за одесские преступления арестовали только тех, кто являлся членами группы так называемого Антимайдана. А всякие сотники, которые зафиксированы на видео, стреляющими по людям, пытающимся выбраться из горящего дома, они как-то куда-то пропали. Вот. Но как только произошел переворот и как только вот эта новая власть услышала, что на Донбассе и в Крыму этот переворот не принимают, она отдала команду о начале так называемой антитеррористической операции. Мы его спросили у наших западных коллег, а вот нельзя ли вам так же, как в случае с Януковичем, призвать новые власти не применять армию против собственного народа? Они ничего не ответили. А потом стали делать публичные заявления, в которых призывали украинские новые власти в ходе осуществления антитеррористической операции, которую они признали как антитеррористической, продолжать применять силу пропорционально. Как вам это нравится? То есть такое лицемерие, в общем-то, дальше некуда. Я когда говорю своим западным коллегам на эту тему, они стыдливо прячут глаза. То есть Янукович призывался армию против народа не использовать, и он таких приказов не отдавал. А к новой власти, к тем, кто пришел в Киеве путем переворота к руководству государством, ей таких ограничений не выставлялось. Ей разрешалось применять силу против собственного народа, но делать это пропорционально. Кто будет оценивать пропорциональность, вы сами понимаете. И стоило больших усилий все-таки перевести ситуацию в какое-то более-менее политическое русло, хотя президент Порошенко после избрания вместо обещанного мира, как он всегда говорит, я президент мира, он подтвердил приказ продолжать эту антитеррористическую операцию. Были жестокие бои в августе прошлого года, и лишь натолкнувшись на жесткое сопротивление украинской армии, понеся большие потери, согласилась сеть за стол переговоров, и тогда были заключены первые минские соглашения, где-то 5 сентября прошлого года. А 15 сентября, признав вклад России в заключение минских соглашений, сентябрьских от 2014 года, Евросоюз ввел дополнительные санкции. На наш вопрос это ваше отношение к политическому процессу, ответить нам толком ничего не смогли. Потом выяснилось, что процедура введения этих санкций была совершенно закрытой, многие президенты и премьеры стран Евросоюза просто не знали о том, что от их имени делает Брюссель. Ну да ладно, это, как говорится, а да, сейчас, кстати, власти в Киеве публично заявляют, что поскольку Россия не выполняет минские договоренности, вот эти санкции прошлого, прошлогоднего сентября будут продлены, не знаю, может быть, это то, о чем пытался Порошенко договориться с Меркель и Оландом, но посмотрим. Во всяком случае, мы на тему санкций внимания обращаем только с точки зрения того, чтобы мы были внутри себя, внутри страны, готовы к подобного рода вывертам наших западных партнеров, чтобы мы от них не зависели в тех областях, которые жизненно важны для нашей страны, для наших граждан. Но вот те минские договоренности, к сожалению, какое-то время помогли снизить накал противостояния, а в январе украинская армия вновь получила приказ попытаться силой изменить линию фронта, линию соприкосновения, как ее ни назови, и тоже получила жесточайший отпор, после чего опять выразила готовность сесть за стол переговоров. Вот тогда и появились уже основные минские договоренности, так называемые Минск-2, переговоры над этим документом шли почти 17 часов с личным участием президентов России, Франции, Украины, канцеля ФРГ. Этот документ уже не просто какая-то политическая прихоть, документ одобрен резолюцией Совета безопасности ООН. Поэтому это уже не та ситуация, когда политическую декларацию можно каким-то образом замотать. У нас есть такие примеры, когда принимавшиеся на самом высоком уровне политические декларации потом гроша ломаного не стоили, имею в виду в частности договоренности в рамках ОБСЕ, в рамках Совета России и НАТО, о том, что никто не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Политическая декларация. Когда стала развиваться американская система противоракетной обороны, когда стало очевидно, что европейский сегмент этой противоракетной обороны США будет затрагивать нашу безопасность, когда мы эти факты предъявили и предложили вот эту политическую декларацию о неделимости и равном характере безопасности для всех перевести на язык юридических обязательств, нам категорически отказали. Даже договор специальный предложили заключить, отказался даже обсуждать этот договор наш партнер в виде натовцев, хотя политическая декларация была принята. Еще одна политическая декларация тоже в период создания Совета России и НАТО в 1997 году мы договорились, что на территории новых членов НАТО не будут на постоянной основе размещаться существенные боевые силы. Политическая декларация. Когда мы поняли, что в последние годы, еще до украинского кризиса, задолго до него, наши натовские соседи проводят учения, которые становятся по сути дела постоянными, на какой-то ротационной основе выдвигают свои боевые подразделения к нашим границам на территорию новых членов НАТО, мы сказали, давайте как-то решим, что по-не... Да, мы стали нашей озабоченности высказывать, а нам ответили, ну это несущественные боевые силы. Тогда мы спросили, а что существенным? Ну, в общем, пока давайте не будем вдаваться в эти детали. Тогда мы предложили заключить юридическое соглашение между Россией и НАТО, в котором формулировались бы параметры того, что считать существенными боевыми силами и по количеству военнослужащих, и по количеству и типам вооружения. Даже разговаривать не стали. Поэтому вот политическая декларация есть, а юридических обязательств нет. Но я этот пример привожу, потому что Минские соглашения это немножко другой случай. Там, да, есть политическая декларация, которая принята в Минске, но есть резолюция СОВ безопасности ООН, которая единогласно, без единого изменения одобрила Минские соглашения 12 февраля этого года. И в этих Минских соглашениях записано все так, что очень трудно извратить это содержание. Вот как сейчас происходит с конституционной реформой, там достаточно просто сесть и прочесть, что записано в Минском документе, а там записано, что конституция, вернее, поправки к конституции Украины, в части, касающейся Донбасса, должны быть согласованы с руководителями этих территорий и должны включать конкретные элементы децентрализации. А эти элементы децентрализации использовали канцлер Меркель и президент Аланта. Это и русский язык, это и особые экономические возможности для этих регионов, это и их участие в назначении прокуроров для своих территорий, это их право создавать народную милицию и многое другое. И вот в Минском документе сказано, что вот это все должно быть записано в Конституцию по согласованию с Донецком и Луганском. Вместо этого в Конституции записана фраза, что может быть особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Украины. И фраза эта включена в раздел Конституции, который называется «Переходные положения». А остальные тезисы, остальные пункты вот этих переходных положений, они через несколько лет просто должны перестать действовать. И наверное такая же судьба уготована и вот этому полунамеку очень прозрачному, вернее не очень даже прозрачному, не очень понятному намеку на то, что обещают с этим территорием. А вместо обещаний таких размытых и туманных обязана киевская власть включить вот развернутые положения о самоуправлении, об особом статусе этих районов Донбасса. Вот, но это уже повторю, это уже не политическая декларация, которую можно игнорировать и которую можно пытаться как-то значит обойти это резолюция сайта безопасности ООН, это уже международное правообязательство, это серьезно. Мы выступаем за то, чтобы минские договоренности были выполнены в полном объеме, без каких-либо изъятий, без каких-либо хитростей, готовы помогать в этом и делаем все для того, чтобы, несмотря на абсолютно арогантную позицию Киева, Донецк и Луганск оставались за столом переговоров и оставались на позициях приверженности минским договоренностям, суть которых сохранение целостности Украины при обеспечении прав населения вот этих территорий Донбасса. И да, мы понимаем внутриполитические трудности, понимаем те взгляды, которые высказываются в Верховной Раде, в том числе о том, что побольше полномочий заслужили и другие части Украины. Но это все предмет политических переговоров. Мы готовы помогать в том, что касается тех возможностей, которые у нас есть. У нас есть неплохие отношения с отдельными регионами Украины, у других стран есть прекрасные отношения с Киевом, с различными политическими силами Верховной Раде. Я убежден, что если бы западные страны, которые оказывают решающее влияние на поведение официального Киева, собрали бы все эти политические силы, чтобы это и Соединенные Штаты делали, и Евросоюз в унисон, и настоятельно посоветовали бы им вести себя так, как договаривались, я убежден, что ничего подобного вчерашним безобразием не произошло бы, и что минские соглашения стали бы выполняться. Шансы у нас еще есть. Сегодня очередной телефонный разговор или конференция по скайпу будет в рамках подгруппы по безопасности, контактной группы, подгруппы по политическим вопросам. Продолжится заседание подгруппы по политическим вопросам и на следующей неделе. мы в развитии телефонного разговора нашего президента с президентом Порошенко, а потом с президентом Аландом и канцлером Меркель предложили для того, чтобы все-таки заострить проблему договороспособности всех участников минских соглашений и найти пути преодоления тех препятствий, которые на их пути возникли, мы предложили провести ближайшие 10-12 дней встречу министров иностранных дел в нормандском формате Россия, Украина, Франция, Германия. Ждем позитивного отклика от наших партнеров, по крайней мере, в разговоре с нашим президентом Канцлер ФРГ и президент Франции эту идею активно поддержали.